Всем привет! Сегодня очень-очень важное видео. Написал мне Юрий. Здравия Антон! Меня зовут Юрий. По рождению Ильи Юра. Живу в городе Новочеркасск, Ростовская область. Посмотрел ваш с Натальей прямой эфир 6-часовой. Обратил внимание, что Наталья часто задавала вопросы про масочные протоколы и как от них отбиваться. Наталья контакт для связи я не нашел. Решил поделиться с тобой своей маленькой наработкой. У меня магазин автозапчастей. Я в нем сам тружусь. Ни одного дня не носил тряпку на лице, принципиально не делаю разметку на полу. Не ставлю санитайзер и не веду журнал уборок помещений, игнорируя оферту губернатора. Недавно ко мне в магаз приходил административный инспектор из Ростова. Хотел составить протокол за невыполнение правил предусмотренных постановлений правительства Ростовской области номер 272. Типа нет разметки на полу, не ношу маску. В общем, не выполняю правила. После пары заданных ему вопросов, я их позже покажу, собрал свои бумаги и ушел. Три недели уже тишина. В нерабочую неделю ни одного дня не закрывался. А по городу ситуация была печальная. Все обкакались. Прочитав внимательно статью 20.6.1, я обратил внимание, что наказание положено за невыполнение правил на территории, на которой существует угроза возникновения ЧАЭС. Сразу возник вопрос. А на территории моего магазина существует угроза возникновения ЧАЭС? Написал обращение в ГУ МЧС Ростовской области. Там мне ответили, что такую территорию определяет комиссия по ЧАЭС, председатель которой глава города. Написал обращение главе города с просьбой указать, когда проводилось заседание комиссии и на какой территории установлена угроза возникновения ЧАЭС. И вот ответы. Так, вот ответ от 11 ноября 2021 года. Свежий ответ от администрации города Новочеркасска. Так, так, так. Сообщаю. Вопрос установления территории, на которой существует угроза возникновения ЧАЭС на заседаниях комиссии, в 2021 году не рассматривался. В настоящее время на территории города Новочеркасска угроза чрезвычайной ситуации не прогнозируется. Его заместитель главы администрации Землянский. И еще один ответ от Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. На территории города Новочеркасска в настоящее время угроза чрезвычайной ситуации не прогнозируется. То есть отсутствует. А теперь читаем внимательно статью 20.6.1 КАП РФ. Ключевая фраза на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. А если нет угрозы, то нет и даже события правонарушения. Дальше Юрий пишет. Простое ходатайство в соответствии со статьей 25.1 КАП РФ предоставит документ, подтверждающий, что на данной территории существует угроза возникновения ЧАЭС. Делает протокол ничтожным, так как отсутствует состав административного правонарушения. Не просто состав, вообще даже события. Ну и конечно надо написать, правонарушений не совершал, угрозы возникновения ЧАЭС нет, протокол составило неуполномоченное лицо. Ну и конечно подпись под принуждением. Твоя тема не моя, а наша общая. Если у тебя получится оформить мои письма с инструкцией, можешь по-своему изложить для всеобщего обозрения. Буду тебе премного благодарен, так как у меня в институте немного подписчиков. Что и делаю. К этому запросу я пришел после общения с ГУ МЧС по Ростовской области. Они мне много подсказок дали. И кстати, что главное управление, что наши местные ГОЧС, что спасатели 112, все как один отвечали, что функционирует в повседневном режиме. Режим повышенной готовности у них не введен. Как ответил мне под запись по телефону консультант из ГУ МЧС города Новочеркасска, у них был момент, когда вводили режим повышенной готовности всего на месяц для каких-то учений. Ну это скорее всего пожарная ситуация, где-то тоже вводят, буквально на неделю, на две. Своей болтовнёй они дали мне много подсказок. Ну а мужчина из главного управления больше конечно смешил своими двумя действующими режимами. Доброе утро. Юрий Владимирович, это вас из управления ГОЧС на Черкасске беспокоит. Из какого управления? Управления Гражданской обороны Чехосчайных. Да, да, да. Кеданов Анатолий Речимович. Да, да, да. Да вот я по вашему письму, немножко не пойму, что вас конкретно интересует. У нас заседания ГОЧС проводятся планово, ну практически мы каждый месяц проводим по разным вопросам. Вот, у нас определенные глава города, вернее глава администрации, председатели этого ГОЧС. Остановление есть. Комиссия, имеется в виду комиссия по ГОЧС. И мы практически каждый месяц проводим заседания, там по разным вопросам, по пожарной безопасности, по разным. Да, я хотел, да, узнать, ну когда была комиссия конкретно по определению территории, на которой существует угроза, какие территории определены, на которых существует угроза возникновения Чехосчайных. То есть был такой там протокол, есть какое-нибудь решение комиссии, что территория, есть территория на территории муниципального образования МОЧС, на которой существует угроза возникновения Чехосчайных. Ну, это мы проводим ежегодно. Учения у нас в одном месте. Ну, там какая угроза? У нас подтопление на седовке. И то, там уже, вы прекрасно понимаете, что там давно уже ничего не подтапливается. А так у нас угрозы никакой такой нет, чтобы конкретно мы заседание по этому вопросу проводить. Угрозы у нас, может быть, жары, которые мы проводим практически ежемесячно по безопасности на пожарах в жилом секторе, на территории города. Ландшафтные пожары. А скажите, а есть где-нибудь, может быть, на сайте, на вашем или администрации, где как-то публикуются, размещаются для всеобщего обозрения протоколы вот эти вот... Ну, и на сайте администрации мы размещали, и на сайте управления Рождественской обороны. На сайте администрации уже. Вот эти заседания комиссии и протоколы, они размещаются, с ними можно ознакомливаться, да? Ну, конечно, мы выкладываем все время. Ну, то есть, в принципе, никакая территория угроза на территории муниципального комиссии? Нет, у нас никакой. У меня предъявлено никакой комиссии. Нет. А не знаете, региональная комиссия не определяла территорию на Рождественской обороны? Нет, нет. И, конечно, нам спрашивают тоже вопросы свои, которые в регионе не проводят. Практически такого вопроса, вот я уже долго работаю, уже в этой системе 11 лет, и никогда оно не рассматривалось. Это именно такой вопрос, что вот конкретно место, которое должно под... Оно может быть, любое место подвержено территориям, 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 территориям. Может быть, еще... А скажите, сейчас же Силы РСЧС в повседневном режиме действуют? Да, конечно. Там, когда есть режим повышенной готовности вводится для Силы РСЧС, а какой-то соответствующий приказ принимается? Ну, постановление, конечно, он принимает. Здесь, на местном уровне, да? Да, да, да. А я найду такое, а его нет такого, да? Нет, это проводят... Мы это практически проводим для тренировок, когда вот мы проводим учения, ну, под руководством там губернатора, или у нас российские учения бывают. Вот, когда мы для тренировки только такие постановления по учению, пишем по учению и принимаем такие постановления. Потому что чрезвычайной ситуации, как таковой, не было еще никогда в последнее время. Поэтому мы такие постановления... Ну, я все равно хотел бы письменный ответ получить, может, там... Не, ну, я вам напишу, и я вам, в принципе, знаете, что я вам сброшу, вот, тут, наверное, мотивно правовой акт, какой у нас есть, он, в принципе, на администрации, на сайте есть, и кто, и когда проводили заседание, сколько и было, какие вопросы рассматривали. Ну, да, если там напишите, будет очень хорошо, что... Вот, я вам сброшу на электронный адрес, да? Ну, да, у меня просто же вопрос был, устанавливалась, не устанавливалась территория, на которой существует угроза, ну, там, напишите мне, что не устанавливалась, не было... Ну, у нас установлено в плане чрезвычайного предупреждения чрезвычайной ситуации, есть такой план? По пожарной безопасности, да? Нет, он просто называется, план предупреждения чрезвычайной ситуации, и стихийный бейс. Вот, он там установлено, там, на карте отражено, заштрихована, вот, это территория Сидовки. Вот, это, вот, справа, если в город заезжать, справа от моста, там, вот, это подтапливалось когда-то, ну, сейчас уже давно там ничего не подтапливалось. Где мотокросс вот эти, да, где... Да, 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 вот, сюда, ближе к Томану. Ага, да, и вот. Сейчас вы с вами, знаете, там уже давно ничего не... Не поднимается уровень реки, не поднимается. Да, да, да. Ну, тем не менее, мы каждый год проводим такие учения. Ну, если можно, напишите, что на данный момент не существует никакой угрозы на территории муниципального образования. Не установлена территория, на самом деле. Так, а что, на кого писать, как, для кого? Юрий Владимирович Камчатный. Это на вас, да? Важную эту сумму. Да, а там же, да, там же, есть же мои данные, вроде как, у запроса. Да, 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 ну, хорошо, Юрий Владимирович, я тогда напишу и табличку эту еще приложу и вам на электронку сброшу. Да, спасибо вам большое. Ну, все, конечно, спасибо. Ну, по вот этому обращению, которое вы сейчас спрашивали, ну, там, в принципе, все просто. Ну, если никакой комиссии не создавалось, не собиралось, и решение не принималось, напишите, что комиссии не было, решение не принималось, угрозы возникновения ЧМС нет на территории муниципального образования. Мне просто интересует, есть угроза или нет, было такое решение или не было. Все ли у нас нормально? А то, может, у нас что-то ненормально? Нет, все нормально. Ну, вот, если можно, спокойно, все под контролем. У вас работают учебные муниципальные казенные учреждения управления по РИЛАМ-ГО и ЧС Горданов-Черкасска. Понятно. Ну, это ладно. Еще, прекрасно. Это вопрос третий. Тот вопрос меня интересует. Мне больше вот интересовала угроза возникновения. Ну, вы получите ответ. Существует ли вы, не существует? Было ли комиссии такое решение, либо не было? Не было. В прошлый раз у меня еще, по-моему, говорили, что такие решения принимает только комиссия, да? Есть угроза или нет угрозы? Комиссия готовит соглашение о введении соответствующего режима, исходя из обстановки, сложившихся на определенной территории. Устанавливает уровень реагирования и определяет границы, на которые будет действовать данный режим. На основании данного соглашения комиссии, высший должностной лице, субъекта или органа, местного законоприятия, местной администрации, организации, понимает соответствующие решения. И утверждает его своим информативным артом. Последовав примеру Юрия, я тоже направил запрос от МИИ о предоставлении информации и задал три простых вопроса. Когда проводилось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, была ли комиссии по ЧАЭС установлена в границах муниципального образования города Сургут, территория, на которой существует угроза возникновения ЧАЭС, и предоставить копию решения комиссии по ЧАЭС, заверенной надлежащим образом, или дать ссылку, где можно ознакомиться с таким решением. Ответ предоставить на адрес электронной почты. И через шесть дней получил вот такой ответ. Ни на один вопрос они не ответили. То есть, по факту они не подтвердили и не опровергли информацию о том, если на территории города Сургут какой-то режим или угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Все, что они сообщили, что за период с 1 января по 17 ноября текущего года 2021 проведено 301 заседание комиссии. А кто не слышал об этих заседаниях? Кто-нибудь по телевизору показывал какие-то решения, протоколы? Почему они в общем доступе недоступны? Что они скрывают? По результатам которых составлены протоколы. На данных заседаниях рассматривались вопросы на момент возникновения угрозы или чрезвычайной ситуации. То есть, есть какой-то момент возникновения угрозы и чрезвычайной ситуации. Момент, но не режим. То есть, проводится заседание, есть момент возникновения угрозы. Закончилось заседание, момент исчез. Так получается, что ли? Последнее заседание комиссия проводилась 9 ноября 2021 года. Ну и, соответственно, копии они ничего не предоставили, ни один протокол не прислали. При этом ответил не сам глава города, а его заместитель, не предоставив доверенность на представление интересов администрации города Сургут. Ну, хочу сказать, что администрация города Сургут изначально сопротивлялась предоставить данную информацию. Поступил звонок, в котором пытались подвести деятельность СМИ Камчатский регион к тому, что якобы данные СМИ не имеют права действовать на территории города Сургут и ХМАУ. Здравствуйте, я куда попал? А куда вы звонили? Здравствуйте. У меня пропущенный вызов с этого номера. Доброе утро. Я так понимаю, что вы представитель информационного агентства Камчатский регион, верно? Возможно, а вы кто? Возможно. Но, согласно вашему письму, я являюсь сотрудником администрации города, конкретно специалист, который курирует вопрос в области заседания комиссии КЧС. Для того, чтобы мне подготовить вам ответ, мне очень нужна от вас такая информация. Вы ссылаетесь у себя на свидетельство регистрации. Номер, который вы указываете, относится не к региону в ХМАУ Югре, а именно в Камчатском крае. А вы можете предоставить документы, которые дают вам право осуществлять свою деятельность информационную именно на территориях МАУ Югры. То есть, на основании чего вы здесь работаете? У вас есть какие-то правоустанавливающие документы? То есть, не только свидетельство о этом агентстве, а именно представительство здесь? Конечно, есть. Есть и устав, есть и приказ о создании редакционного пункта. То есть, на самом деле, у вас нет ни одной информации, ни контактной, ни кто руководитель, ни где ваши правоустанавливающие документы, поэтому я вот и вам позвонила. Так, девушка, давайте с самого начала. Представьтесь, сначала вы ни должность, ни фамилия, ни имя, ни отчество ничего не назвали. А как это не назвала? Я вам назвала. Я являюсь специалистом, моя фамилия Чернова. Я вам сразу сказала, что я работаю как раз с вопросом, связанным с комиссией КЧС. Я вам сразу это озвучила. Фамилию вы только сейчас назвали, а имя? Ну, бываю. Юлия Владимировна. Юлия Владимировна? Да. А я разговариваю с кем? Юлия... Руководитель? Заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгак. Ага, Антон Николаевич Булгаков. Хорошо, очень приятно. Теперь давайте ближе к делу. Какие буквы вам нужны? Ну, то есть, самый важный вопрос, вот конкретно она сейчас, да, интересует, это именно свидетельство или вот устав, какие-то документы, которые... То есть, смотрите, логика. Камчатский регион, франкционное агентство, оно зарегистрировано в Камчатском крае. И оно там существует. Важно понимать, на каком основании вы являетесь здесь представителями. То есть, как вы здесь открылись, то есть, ваш устав, какие-то документы, которые говорят о том, что вы на законных основаниях здесь также проводите ваши информационные услуги агентства, то есть, существуете. Ясно. Именно по территории ХМАО просто интересуется. Ясно. Вы ищите причину для отказа для ответа, да? Нет, нет, ни в коем случае, то есть, почему мы ищем причину отказа для ответа, нет? Ну, тогда присылайте. Запросить? Вот там в шапке указан e-mail, напишите мне туда, я вам в ответ пришлю в правоустанавливающий документ. Который вот адрес электронный указан? Да, и в достоверении журналистов, и устав, и приказ о сбитии редакционного пункта, все вам пришло. Хорошо, все, благодарю, поняла. Спасибо. До свидания. Благодарю вас, что. Хотя я с ними многократно взаимодействовал в течение двух лет, и у них есть все правоустанавливающие документы, и многократно были направлены различные запросы и получены ответы. Тут они, видать, что-то очень серьезное скрывают, ну, понятно, да? Режим ЧС, если нет угрозы возникновения ЧС, то получается все протоколы по статье 20.6.1, и все штрафы, и все вот эти задержания, сопутствующие статьи 19.3, неуполнение законных распоряжений, все вот эти вот тряпки, маски, там, СИЗы, и все остальное, это все не имеет под собой оснований, потому что нету территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Что я еще сделал? Я ввел ключевые слова в поисковик, ну, протокол комиссии ЧС Сургут, и что мне выдало? Протоколы заседания на 2020 год, причем для администрации Сургутского района. Вот, для администрации города Сургут я ничего не нашел. Так, перешел на сайт Сургутский муниципальный район, и вот здесь, в неком разделе, комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургутского района, та самая комиссия, да, только по Сургутскому району, и вот тут есть протоколы заседания только за 2020 год. За 2021 что-то нет у них. Дальше я решил вот по этим ключевым словам, протокол комиссии ЧС, да, и вот скупе, как они его обозначили, протокол КЧС, решил поискать на сайте администрации города Сургут. И что я нашел? Вот протокол КЧС, всего две записи. Протокол заседания санитарного какой-то аккордационного КЧС города Сургута от 2019 года, аж в феврале, последний раз было, ну выложено, и от какого-то 2017 года. То есть ни за 2000, ни за 2021 год тут ничего нету. Они еще, видите, как пишутся это, слова вместе соединяют, протокол заседания, чтобы труднее было найти. Ну давайте так же сделаем. Протокол заседания КЧС, все равно две. А, вообще ничего не нашел. Пробелом, опять же те же два нашел. А, вот еще два нашел, 2015 и 2016. То есть ничего за 2020 и 2021 год ничего не найдено. Народ, ищите представителей СМИ в ваших регионах и направляйте вот такие запросы по предоставлению информации, есть ли режим угрозы. Ищите эти документы, получайте ответы, что нет угрозы и пишите это все в протоколах. Используйте эту информацию, добывайте информацию. Получайте ответы через 7 дней. Почему именно через СМИ? Потому что срок предоставления ответа для СМИ он составляет всего лишь 7 суток. Дальше мы намерены обжаловать ответ заместители главы города, совершенно необоснованный и не по существу. Ни на один вопрос не был дан конкретный ответ. И ни один документ не предоставлен. Благодарствую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...